Итак, срочные новости с официального сайта «Свободная пресса». Кудрин призвал Путина покаяться и поднять белый флаг. Глава счетной палаты заявил, что ключевая задача внешней политики РФ – отмена санкций. Глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что основной задачей российской внешней политики должно стать улучшение отношения с Западом и смягчение режима санкций. По мнению Кудрина, при ужесточении ограничений реализовать планы по развитию национальной экономики будет невозможно. «Мы должны четко осознать, если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому и социальному развитию», – сказал Кудрин, выступая на заседании правления Российского Союза промышленников и предпринимателей РСПП в среду. «Поэтому сегодня внешняя политика России должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и как минимум сохранению или снижению санкционного режима, а не наращиванию». «Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю. По мнению главы счетной палаты, у России нет никаких глобальных проблем и военно-политических рисков, которые требовали бы наращивания напряженности со сторонами Запада». Такое мнение Алексея Кудрина прямо противоречит официальному внешнеполитическому курсу Российской Федерации. Конечно, никто не говорит о необходимости конфронтации с Западом, однако и дипломаты, и представители высшего руководства страны неоднократно утверждали, что снятие санкций не является самоцелью и вообще предметом переговоров с западными коллегами. Например, после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в январе 2017 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никаких сделок с Соединенными Штатами Америки в обмен на снятие санкций не обсуждалось. Напомню еще раз, что, хотя это очевидно, что введение санкций – прерогатива Совета Безопасности ООН, который используется исключительно в интересах поддержания международного мира и безопасности. Хочу еще раз подтвердить, мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций, пояснил и глава российского МИД Сергей Лавров летом 2017 года. Можно было бы предположить, что с прошлого года мнение российских властей по этому вопросу начало меняться, однако в один день с выступлением Алексея Кудрина о санкциях вышло интервью замглавой МИД Российской Федерации Сергея Рябкова в газете Financial Times. В нем дипломат жестко заявил, что Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться о своем имидже в его глазах. «Мы не считаем, что Запад в его широком понимании является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития», — сказал Рябков, добавив, что уже сейчас отношения между сторонами хуже, чем самые холодные моменты прошлого. После таких заявлений слова Кудрина о том, что России необходимо улучшить отношения с Западом, иначе ее экономике грозит рецессия, выглядят тем более странно. Особенно с учетом того, что власти регулярно заверяли общественность в том, что западные санкции вовсе не так сильно влияют на нашу экономику. Не исключено, что Кудрин переживает о санкциях будущих, которые могут быть введены Соединенными Штатами Америки в ноябре. Напомним, что в самом жестком варианте они предусматривают запрет на операции в долларе для Госбанков, блокировку их счетов в Соединенных Штатах Америки и другие ограничения. Это может нанести чувствительный удар как по экономике страны, так и благосостоянию населения. Не случайно, глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября обмолвился, что в случае кризисной ситуации долларовое сбережение вкладчиков банков могут конвертировать в рубли. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов считает, что Алексей Кудрин высказал мнение о значительной части российского истеблишмента. Но желание отменить санкции любой ценой может оказаться более губительным для России, чем любые ограничения Запада. Это мнение о значительной части российской элиты, которую принято называть системными либералами и которые имеют серьезную поддержку и представительство среди крупного бизнеса. Не случайно Кудрин высказал эти идеи на заседании РСПП. Это не его личное мнение, а своего рода неофициальный коллективный манифест. В этом качестве эти утверждения заслуживают серьезного внимания. Если кратко их комментировать, можно использовать клише времен Первой мировой войны. Если Кудрин и его единомышленники думают, что пассивная выжидательная позиция или какие-то косметические уступки могут обеспечить замораживание или улучшение санкционного режима, это глупость. Частью стратегии наших геополитических оппонентов является управление неопределенностью и создание ожиданий по поводу ухудшения режима ограничений. Управление этими ожиданиями является частью формулы эффективности санкционной войны. Санкции ведь можно трактовать двояко. Либо по принципу «все, что не запрещено, разрешено», либо по совершенно другому принципу «все, что разрешено сейчас, может быть запрещено уже позже». Соединенные Штаты делают все для того, чтобы все ориентировались на вторую формулу. Этой целью служит инициирование всех новых санкционных мер под надуманными предлогами. Еще большей глупостью можно считать предположение, будто у России есть дешевый выход из холодной войны, что отношения могут улучшить ценой незначительных уступок, не затрагивающих коренных интересов страны. Можно вспомнить об аналогичных иллюзиях советского истеблишмента в 80-е годы. Те, кто со стороны СССР реализовывал политику нового политического мышления, Горбачев, Шаварнадзе, Яковлев и другие, исходили из предложения, что можно выйти из ситуации холодной войны, оставшись при своих. Это было глубоким заблуждением, тогда остается заблуждением и сейчас. Нет такого сценария, при котором поражение будет дешевым. Поражение в новой холодной войне будет не менее тяжелым, чем в предыдущей. Речь о потере территории, вывозе ценностей на триллионы долларов, утечке мозгов, экономическом коллапсе, социальной дезориентации и имморализации. Если же Кудрин и его единомышленники понимают, что цена не может быть высокой, но все равно предлагают ее оплатить, в силу вступает вторая часть этого риторического вопроса об измене. Представители этих кругов уже не в первый раз озвучивают такие идеи. Был соответствующий доклад Комитета гражданских инициатив. Думаю, не последний. Сегодня это одна из важнейших линий напряжения российской политики. СП. Кудрин утверждает, что если санкции не смягчить, мы скатимся в рецессию. Как быть с этим? Единственный способ справиться со сложной ситуацией экономического развития в условиях санкционного давления состоит в том, чтобы перестроить экономику и систему управления, исходя из не просто длительной, а бессрочно экономической войны. Если у России это получится, то, может быть, через полтора-два десятилетия она сможет рассчитывать на нормальное отношение с Западом. Кудрин утверждает, что у России нет глобальных проблем с Западом. Но как же, к примеру, Крым или вопрос расширения НАТО на восток? Можно очень много спорить о том, стоит ли игра свеч при наличии того или иного конфликта, но с момента, когда конфликт уже начался, он развивается по собственной логике. Сейчас речь идет не просто о геополитических интересах Российской Федерации, а о глобальных ставках Соединенных Штатов Америки, их понимании мирового лидерства как мирового господства. Если Алексей Леонидович убедит Соединенные Штаты Америки отказаться от концепции мирового господства, тогда, безусловно, реализовать его пожелания будет намного легче. С этим согласен и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Никто не спорит с тем, что ослабление санкционного давления полезно для России. И либералы, и консерваторы согласны в том, что санкции можно отменять, нужно отменять. Вопрос только в цене. С точки зрения Алексея Леонидовича, это нужно добиваться любой ценой. С точки зрения здравомыслящего человека, если для этого нужно уйти из Крыма, заплатить Украине гигантские деньги и стать сырьевым придатком Запада, такое решение проблемы обойдется нам гораздо дороже, чем санкции. В среду Сергей Рябков сказал, что нам не важно, какой у нас имидж в глазах Запада. Значит, официально мы не собираемся работать на отмену санкций. Это все-таки разные вещи. Они могут нас не любить, но санкции пусть отменяют. Только когда президентом был Борис Ельцин, а министром иностранных дел господин Андрей Козырев, мы их устраиваем. Если Россия не стоит перед Западом на задних лапках и не ввеляет хвостом, хорошего имиджа у нас не будет. Но это не значит, что мы не можем стараться смягчить ситуацию и санкционное давление. Как же мы можем это сделать, если санкции вводят почти по любому поводу? Поводы разные, а цель одна. Запад рассматривает нас как потенциального противника, потому что Россия это единственная страна, которая может нанести Соединенным Штатам Америки неприемлемый ущерб. Мы этого делать не собираемся, но они в любом случае будут нас так воспринимать. Тем не менее, улучшить отношения и смягчить санкции можно путем переговоров и в меньшей степени пиара. Мы уже ходили в тупик взаимного противостояния в прошлом. Но в 60-е и 70-е наступила разрядка, потому что выяснилось, что из этого тупика нет другого выхода. Если Запад поймет, что другого выхода нет и сейчас, санкции останутся в прошлом, но пока они находятся в плену иллюзии, что проблема только в том, что санкций мало, и стоит им надавить, Россия рухнет. Но мы не рухнем, потому что Россия устроена совсем не так, как Америка. Жаль, они этого пока не понимают. Эта статья, напоминаю, была с официального сайта СП «Свободная пресса». Напомню, что Кудрин призвал Путина покаяться и поднять белый флаг. То есть, по сути, Кудрин призвал президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина признать свою вину, покаяться в содеянном. То есть, это касается и возвращения Крыма, и всего остального. И поднять белый флаг, то есть сдаться. Это призыв Кудрина. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал.